Заседание Президиума Госкомиссии по развитию Арктики прошло в Санкт-Петербурге. На встрече обсудили важные для всех жителей Крайнего Севера вопросы. Главу Наринмара в 2017 году будут выбирать по новым правилам. Депутаты утвердили порядок, согласно которому пройдет конкурсная процедура отбора кандидатов, претендующих на кресло мэра. Мероприятия по улучшению поселковой инфраструктуры будут выполнены благодаря внесенным изменениям в бюджет Заполярного района. Их приняли на сессии Совета Заполярного района. С главными событиями к этому часу в студии Надежда Литкова. Глава региона Игорь Кошин сегодня принял участие в заседании Президиума Арктической Госкомиссии. Встреча под председательством зампреда правительства России Дмитрия Рогозина прошла в Санкт-Петербурге. В ходе заседания обсудили реализацию мероприятий, направленных на развитие науки и технологий, подготовку квалифицированных кадров и привлечение трудовых ресурсов, повышение эффективности системы теплоснабжения в арктической зоне России, развитие Чаун-Билибинского энергетического узла, а также предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, организацию системы поиска и спасения в Арктике. С докладами выступили руководители Миноборнауки, Минэнерго и МЧС России. В заседании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, главы арктических субъектов Российской Федерации, представители бизнеса и научных организаций. Сотрудники ГИМС отмечают рост нарушений на Печоре. За минувшую неделю во время пяти плановых рейдов зафиксировано 20 случаев, в том числе эксплуатация маломерного судна в нетрезвом виде. Одним из факторов роста нарушений является сокращение светового дня. Нарушители имеют потенциальную возможность укрыться от инспекторов возле берега, поясняют в ГИМС. В настоящее время сотрудники инспекции продолжают выездную работу вблизи населенных пунктов округа. Речь идет не только о водных объектах вокруг Наринмара, но и о четырех сельских участках инспекции в поселке Красное, селах Нижняя Пеша, Великовизочная и Несь. Основываясь на прогнозах гидромедцентров Государственной инспекции маломерных судов МЧС России по Ненецкому округу, завершение речной навигации в Ненецком округе предполагается в конце октября. Ограничительный режим вводится распоряжением губернатора Ненецкого округа. Соответствующее обращение ведомства уже направлено в адрес главы региона. С целью предупреждения аварийности маломерных судов и снижения травматизма людей на водных объектах осенью в темное время суток сотрудники инспекции обращают внимание на жителей округа, на необходимость соблюдения правил плавания, мер безопасности на воде и на недопустимость управления судами в нетрезвом виде. Горсовет готовится к избранию нового мэра. Сегодня на сессии депутаты утвердили порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Наринмара. Напомню, полномочия действующего мэра Татьяны Федоровой истекают в марте 2017 года. Выбрать нового главу предстоит городскому совету из числа тех кандидатур, которые представит специально созданная конкурсная комиссия. Выбирать главу Наринмара в 2017 году будут по новым правилам. Решение об избрании высшего должностного лица столицы региона примет городской совет в лице председателя и депутатов. Сегодня на сессии народные избранники утвердили порядок, согласно которому пройдет конкурсная процедура отбора кандидатов, претендующих на кресло мэра. Согласно положению, решение о проведении конкурса должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до истечения срока полномочий ранее избранного главы. В результате, после принятия решения, оно подлежит в течение 7 календарных дней опубликованию. И с этого момента начинается срок принятия заявлений от потенциальных кандидатов, которые изъявляют желание участвовать в конкурсе. Заявление предлагается принимать в течение 30 дней. Также предлагается установить перечень, который должен представить кандидат на рассмотрение конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия будет сформирована в составе 10 человек. Половина членов комиссии назначается городским советом, другая половина – губернатором Неницкого округа. Члены комиссии проведут отбор в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к кандидату на должность мэра города. Окончательный список кандидатов комиссия направит в городской совет, который и примет решение об избрании нового главы Нарьинмара. Сегодня очень принципиально важно, что у нас в принципе в конкурсе на главу города может участвовать любой житель Неницкого автономного округа, постиркшей 2021 года и в принципе обладающим всеми правами гражданина Российской Федерации. И сегодня я говорю, что этот вопрос очень важный, потому что буквально в начале декабря нам надо будет объявлять конкурс по выбору главы города. Действующая глава города у нас заканчивает свои полномочия в марте 2017 года. Не менее важными в повестке дня стали вопросы о снижении должностных окладов мэра города и председателя горсовета и о сокращении фондов оплаты труда служащих городской администрации. Напомню, еще в прошлом году на региональном уровне было принято решение о сокращении на 10% зарплат губернатора и государственных служащих. В июне этого года Горсовет принял единогласное решение, которое гласит, что оклад главы города должен составлять 90% от оклады главы региона, а также решение о сокращении годового фонда оплаты труда муниципальных служащих до 45 окладов, так же, как было сделано в органах государственной власти. Однако решение, которое на июньской сессии депутаты приняли единогласно, глава города не исполнила. Глава города категорически не согласна с этими решениями, она наложила на них вето, поэтому мы его сегодня пытались преодолеть. К сожалению, мы его сегодня не преодолели. Я считаю, что в этой ситуации проиграли жители города, которые в том числе из-за этих необоснованных завышенных затрат потеряли достаточное количество средств, которые могли бы быть направлены на строительство тех же детских площадок. Для преодоления вето главы города сегодня депутаты должны были повторно проголосовать за решение, принятое на июньской сессии. Однако, если в июне решение было принято единогласно, то сегодня не набрало большинство голосов. Я уверен, что мы должны были сегодня это сделать. Сегодня большая проблема стоит о недополучении бюджетом около 70 миллионов рублей, потому что городская администрация превышена на нормативы по финансированию на зарплату муниципальных служащих и лиц, замещающих выборные муниципальные должности. Поясню, что 70 миллионов рублей, о которых говорит депутат Сергей Сверидов, это те средства, которые округ должен был перечислить городу в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Однако из-за невыполнения нормативов по зарплатам городская администрация не получит этот трансфер и должна будет выделить эти средства из собственного бюджета. По словам депутата Ольги Питуниной, вопросы о снижении должностных окладов мэра города и председателя горсовета и о сокращении фондов оплаты трудослужащих городской администрации будут вынесены повторно на следующую сессию. Новое светосигнальное оборудование и вертолетные площадки появятся в деревне Белушья, а в поселке Харута будет проведен ремонт жилых домов. Эти и другие мероприятия по улучшению поселковой инфраструктуры будут выполнены благодаря внесенным изменениям в бюджет Заполярного района. Сегодня их приняли на сессии Совета Заполярного района. О том, кому, сколько и на что будет выделено денежных средств, расскажет Любовь Пермякова. Один из самых значимых вопросов, который сегодня рассматривали на сессии, касался внесения изменений в бюджет Заполярного района на 2016 год. Расходы районного бюджета в целом увеличиваются на 94 млн 410 тыс. рублей. На сумму 6 млн 602 тыс. рублей увеличиваются бюджетные инвестиции на завершение строительства школы на 110 мест в селе Нижняя Пёша. Выделяется осигнование на увеличение уставного фонда муниципального предприятия Заполярный район «Севершилкомсервис» в сумме 100 млн рублей на основании обращения предприятия. Решение об увеличении уставного фонда предприятия принято с целью оказания финансовой помощи предприятию для расчёта высотоплива. Предприятие, в свою очередь, берёт на себя обязательства по выполнению в 2017 году строительства и реконструкции объектов теплоснабжения в посёлке Харивер на соразмерную сумму. По заявке Управления жилищно-коммунального хозяйства осигнование в сумме 31 тыс. рублей выделяется на формирование земельного участка под дизельную электростанцию и трансформаторную подстанцию с площадкой обслуживания в посёлке Красное. Также изменения были внесены и в распределение межбюджетных трансфертов поселениям. Бюджет у нас достаточно живой. Мы с ним очень активно в течение года работаем. В прошлом году, в 2015-м, у нас было 7 изменений в бюджет. В этом году пока не подсчитал, но достаточно активно мы вносим изменения. На сегодня появляются, может быть, новые какие-то дополнительные расходы, необходимость в дополнительных расходах. В результате главы обращаются в наш адрес, и мы рассматриваем возможности. Дополнительные потребности мы просчитываем. Главы доказывают, что действительно это надо сделать. В том числе и вопросы, когда необходимо добавить финансирование на... Ну, грубо говоря, добавить финансовую помощь в бюджеты поселений. На решение вопросов их непосредственно тоже обсуждаем, тоже отрабатываем. И, как правило, всё-таки мы удовлетворяем эти заявки. Ну, естественно, при наличии нашей финансовой возможности. Исходя из финансовых возможностей Заполярного района и на основании обращений глав поселений, межбюджетные трансферты поселений в целом увеличиваются на 4 миллиона 40 тысяч рублей. Данные поправки вносятся в соответствующие муниципальные программы. В рамках муниципальной программы энергоэффективности и развития энергетики выделяются иные межбюджетные трансферты Калгуевскому сельскому совету в сумме 1 миллион 413 тысяч рублей на проведение работ по замене внутренней электропроводки в 24 квартирах муниципального жилого фонда. Приморско-Куйскому сельскому совету выделяется 902,9 тысяч рублей на ремонт низковольтной ЛЭП поселки Красное. Также на содержание свалок в рамках программы поддержка муниципальных образований в сфере обращения с отходами производства бюджетные средства в размере чуть более 400 тысяч рублей получит Андикский, Малоземельский, Омский сельсовет. В рамках еще одной программы развития транспортной инфраструктуры и иные межбюджетные трансферты будут выделены на содержание взлетно-посадочной полосы в Шоинском и Хоседохарском сельсовете. Всего около 370 тысяч рублей. В деревне Белушье Пешского сельсовета с целью безопасного взлета и посадки на выделенные 276 тысяч рублей будет приобретено и установлено светосигнальное оборудование вертолетной площадки. 235 тысяч рублей на ремонт и содержание внутрипоселковых дорог получит Приморско-Куйский сельсовет. В рамках программы строительства и проведения мероприятий по капитальному текущему ремонту жилых помещений бюджетные средства получат следующие сельсоветы. Выделяются межбюджетные трансферты Хоседохарскому сельскому совету 532,3 тысячи рублей на частичный ремонт фундамента в жилом доме. Канинскому сельскому совету на снос ветхого жилого дома выделяется 214,3 тысячи рублей. Тиманскому сельскому совету на снос аварийного дома и снос дома пострадавшего от пожара выделяется 355,8 тысячи рублей. Также межбюджетные трансферты в размере 320 тысяч рублей будут выделены на обустройство трех питьевых колодцев в поселке Красное и деревне Куя. Выделенные средства все муниципальные образования должны освоить до конца текущего года. В Тельвицке и Нижней Пеши завершается строительство школ. Подрядчики планируют завершить возведение объектов в конце текущего года. По информации главы администрации Заполярного района Олега Холодова, в настоящее время строительные работы на них ведутся с особой интенсивностью. Школу на 100 мест в селе Тельвицка возводит компания «Строй-универсал». Проектом предусмотрено возведение двухэтажного здания школы общей площадью 3630 квадратных метров. Для учащихся от пятого класса и старшей предусмотрены отдельные кабинеты по каждой из общеобразовательных дисциплин. Площадь каждого кабинета предполагает наполняемость классов 12 человек. Общая стоимость строительства составляет чуть более 278 миллионов рублей. Согласно условиям муниципального контракта, объект должен быть сдан до 15 августа следующего года. В селе Нижняя Пеша ведется строительство школы на 110 мест. В настоящий момент подрядная организация «Солярис» выполняет внутренние отделочные работы и завершает благоустройство территории. Гарантированная часть зарплаты бюджетников увеличится до 60%. На компенсационные и стимулирующие выплаты будет приходиться оставшаяся часть общего заработка сотрудника. Соответствующие изменения в закон Нинецкого округа приняли депутаты окружного парламента. В Нинецком округе уточнен порядок предоставления социальной выплаты детям, не посещающим детский сад. В поправках к документу речь идет о сокращении сроков согласия или отказа родителей от посещения ребенком детского сада. С 1 января гарантированная часть зарплаты бюджетников увеличится до 60%. На компенсационные и стимулирующие выплаты будет приходиться 40% от общего заработка сотрудника. В эту часть выплат не входят районный коэффициент и климатическая надбавка. Они учитываются отдельно. При этом размер заработной платы останется прежним. Соответствующие изменения в закон Нинецкого округа приняли депутаты окружного парламента. Документ в новой редакции вступит в силу с 1 января 2017 года. Изменения приняты в связи с необходимостью переведения окружного законодательства в соответствии с федеральным. Заработная плата претерпит перегруппировку внутри своей структуры. При этом фонды оплаты труда останутся на прежнем уровне. Для каждого квалификационного уровня будет установлен единый оклад, а не несколько, как это происходит сейчас. Повышающие коэффициенты к окладам заменят стимулирующие выплаты. Категория, классность, премия. Показатели эффективности сотрудников разработают непосредственно в учреждениях. Для казенных учреждений разрабатываются отраслевые положения об оплате труда, которыми и будут установлены четкие размеры окладов всех сотрудников. Положения станут обязательными к исполнению. А вот в бюджетных и автономных учреждениях окончательный размер окладов будет устанавливать руководитель. Органы власти для учреждений этого типа установят лишь нижний порог оклада, ниже которого руководитель уже не сможет снизить гарантированную часть заработной платы. В Ненецком округе уточнен порядок предоставления социальной выплаты детям, не посещающим детский сад. В поправках к документу речь идет о сокращении сроков согласия или отказа родителей от посещения ребенком детского сада. Кроме того, в обновленном порядке конкретизированы условия предоставления выплаты, компенсации родителям, чьи дети не обеспечены местами в садах. Компенсационная выплата родителю или иному законному представителю в случае, если ребенку не предоставлено место в дошкольном учреждении, выплачивается ежемесячно. Размер выплаты составляет 6 тысяч рублей. Соцвыплата предусмотрена для родителей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих детские учреждения. С начала года ею воспользовались 824 родителя, воспитывающие 847 детей. Ежемесячно из окружного бюджета на эти цели направляется порядка 3,5 миллионов рублей. С начала года сумма выплат превысила 34 миллиона рублей. В целях исключения фактов злоупотребления при получении выплаты основание для отказа в назначении социальной выплаты предлагается дополнить пунктами, предусматривающие необращение законного представителя за получением направления в сроки, предусмотренные порядком комплектования государственных образовательных организаций и письменный отказ законного представителя от предоставленного места в дошкольной образовательной организации. Конкретизация порядка предоставления соцвыплаты даст возможность устраивать в сады реально нуждающихся в этом детишек. Новые правила обяжут родителей обратиться в профильный департамент за получением направления в детский сад в конкретные сроки в течение месяца после вручения ему уведомления о предоставлении места в дошкольном учреждении. В случае нарушения этого срока или отказа от посещения сада, выплата будет прекращена. Край пряников и самоваров за спортивными достижениями Представители старшего поколения Ненецкого округа отправились на третью спартакиаду пенсионеров на старт соревнований в составе 65 региональных команд, выйдут свыше 550 спортсменов-любителей. Край пряников и самоваров за спортивными достижениями Представители старшего поколения Ненецкого округа отправились на третью спартакиаду пенсионеров. Она пройдет в Туле с 29 сентября по 1 октября. Ежегодно спортивное мероприятие собирает десятки тысяч мужчин и женщин пенсионного возраста, которые ведут активный образ жизни, регулярно занимаются спортом и физическими упражнениями. В этом его основной посыл. На старт соревнований в составе 65 региональных команд выйдут свыше 550 спортсменов-любителей старшего возраста – мужчины от 60 лет и женщин от 55. Для сборной НАУ «Спартакиада пенсионеров» станет третьей. Наши спортсмены уже побывали и в Чебоксарах, и в Саратове. Из города на Волге окружная команда привезла отличный результат, став командных видов соревнований 24-ми из 59 регионов. В этом году у нашей команды есть все шансы подняться в турнирной таблице. В этом году в положении написано, что мастеров спорта не будет. Как в прошлом году приехали чемпионы мира, гроссмейсты международного класса по шахматам, по стрельбе мастера спорта, с которыми очень тяжело соперничать нам. Поэтому, надеюсь, в этом году мы поборемся. В этом году в команде Ниньцкого округа обновление. В легкоатлетических соревнованиях примет участие наш прославленный лыжник Николай Константинович Рочев. Предупредили меня только за неделю до вылета. Так что, ну, подготовку у меня, я лыжами занимаюсь, немножко готовлюсь, так сказать, форму поддерживаю. Ну, а что там будет, постараюсь, конечно, приложить себе силы ради команды. Еще один новичок сборной Ниньцкого округа – не менее известная лыжница Надежда Деткова. Вместе со спортсменами из других регионов Надежда Васильевна побежит кросс. Подготовка у спортсменки чемпионская. Вообще лыжники тренируются постоянно, знаете, круглогодично. Зимой на лыжах, летом кроссы бегаем, имитацию на лыжероллерах. Поэтому лыжные конки, они вообще требуют постоянной подготовки спортивной. Участники спартакиады будут соревноваться в шести дисциплинах, как в личном, так и в командном зачете. Кроме легкой атлетики, наших пенсионеров ждет плавание, пулевая стрельба, дартс, настольный теннис и комбинированная эстафета. Вне зачета пенсионеры сыграют в волейбол со сборной ветеранов спорта Тульской области и поучаствуют в показательной сдаче норм ГТО для старшей возрастной группы.